На прошлой неделе Приднестровский центр эпидемиологии зарегистрировал 74 случая кишечных инфекций. Специалисты говорят, эта цифра для летнего сезона считается нормой. О том, как избежать отравлений летом, журналистам ТСВ рассказала врач-инфекционист городской Бендерской больницы. Первое и самое главное правило очень простое. Надо чаще мыть руки. При этом от купания в Днестре врач предлагает не отказываться. Кишечные инфекции через кожу в организм не попадают. Внимательнее стоит относиться к еде, которую отдыхающие берут с собой на пляж. Чаще всего продукты слишком долго стоят на солнце, портятся и становятся причиной отравлений. Готовая продукция очень хорошие условия для размножения возбудителя. Есть вот такой возбудитель, как стафилококко-уреус. Он быстро размножается и в период размножения он выделяет токсины. И когда при употреблении одномоментно в организм попадают и бактерии, и токсины. И поэтому инкубационный период пищевых токсиков инфекций минимальный полчаса. Острое отравление можно получить за полчаса. А вот иммунитет после перенесенной кишечной инфекции сохраняется недолго. К тому же разновидностей инфекций, бактерий, токсинов много. Болеть можно все лето без перерыва. На прошлой неделе врачи-эпидемиологи выезжали в детский лагерь «Виктория». Там обнаружили кишечную палочку. Сегодня комиссия снова проверила лагерь. Заключение будет готово завтра. Между тем руководство лагеря завтра планирует открыть второй заезд.